Теперь он больше не полковник. Дмитрия Захарченко отправили в колонию на 13 лет. Суд также назначил ему штраф на 118 миллионов рублей. Осужденный лишен звания, госнаград и медалей. Не узнаем мы, похоже, самого главного, чьи же деньги нашли в квартире родственников Захарченко. Осудили ведь бывшего полковника за взятки на суммы и близко не похожие на те почти 9 миллиардов рублей. Это так много, что появилось даже шуточное предложение начать измерять бюджеты регионов в полковниках. В пресс-релизе к одному из первых заседаний по делу говорилось, что Захарченко расскажет, чьи же это миллиарды. На деле он сказал просто, что деньги не его. Спецкор агентства городских новостей Москва Роман Кульгускин, посещавший несколько заседаний, говорит, что в суде особо и не пытались отследить происхождение так называемых миллиардов Захарченко. Рассказал журналист и о том, как в ходе процесса менялось поведение самого экс-полковника. На тех заседаниях, на которых я был, Захарченко вел себя достаточно экспрессивно. Он много шутил, пытался подскалывать в сторону обвинения. Сегодня, насколько я могу судить, он вел себя относительно спокойно. Ходил, да, немножечко по клетке, ну, на момент того, как было оглашено. Когда спрашивали господин Захарченко, как у него настроение и что он ожидает, он сухо обидел, что настроение у него рабочее. Исходя из этого спокойствия, некоторые наблюдатели сделали вывод, что Захарченко, возможно, получил некие гарантии. Либо довольно скорого освобождения, либо неких особых условий содержания в колонии. Он ведь так и не сказал, чьи деньги хранил. А может, условия были кардинально другими, и он просто боится за свою жизнь. А может быть, просто смирился. Как все. Ну, или почти все, говорит член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Михаил Синкевич. Человек адаптируется. Я был у него в Лефортово буквально первое время. Ну, конечно, человек потери. Потом человек привыкает, свыкает, ну, что там слюни в сокры пускать, когда уже знаешь, что будет реальный срок. Надо устраивать бычь. Я так обычно говорю, когда попадаешь в какую-то ситуацию, где-то уже смириться и начинать себе обеспечивать какое-то достойное проживание. Сначала все подавлены, там, непонятно, куда попало. А потом, буквально через месяц, я вот просто по своим опытам знаю, через месяц навещаешь человека, он совсем другой. Он уже прямо, ну, арестал. В какую именно колонию отправится Захарченко, если приговор вступит в законную силу, пока неизвестно. Ясно, что это будет исправительное учреждение для своих. Там, где нет воров в законе, где сидят бывшие судьи, прокуроры, полицейские и так далее. Продолжает основатель и директор благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям Русь-Сидящая Ольга Романова. Нижний Тагил, зона номер 13, Красная Утка. Или, например, в Новокировске здесь сидел долгое время директор ПСИН, господин Рейлер. Есть такая зона под Рязани. Таких зон порядка 20, и их количество увеличивается, потому что бывших сотрудников сажают все больше и больше. И я думаю, что мы в итоге встретили его либо в Новокировске, либо в Нижнем Тагиле, либо в Рязани. А почему? Но Рязани это слишком вызывающе, слишком близко Москва. Я думаю, что Нижний Тагил или Новокировск. Ну, как-то вот принято людей известных посылать туда. Как говорят эксперты, жизнь в таких колониях бывшим сотрудникам хоть и условно гарантирована, но не факт, что жизнь эта будет сладкой. В таких учреждениях все по закону, то есть по режиму, то есть часто гораздо жестче и строже, чем в так называемых черных зонах, где осужденные живут по понятиям. С другой стороны, тут каждому свое, кто на что учился.